Уже давно в топ самых опасных профессий входит профессия пожарного. И ни для кого не секрет, что далеко не каждый человек сможет выдержать таких нагрузок, как психологических, так и физических. Поэтому, становясь пожарным, нужно быть готовым ко всему. Ведь все люди огненной профессии знают – яркое пламя не принимает слабаков и трусов, а только тех, у кого закалённое сердце. Пожарные из Нового Орлеана тоже бы согласились с этими словами. Им не раз приходилось тушить страшные пожары и проявлять небывалую смелость в борьбе со стихией. Бывало и так, что порой эти люди очень сильно рисковали собственными жизнями, чтобы спасти чужие. И за это они никогда не ждут большой награды, но продолжают делать своё дело, спасая людей из огненных ловушек. Однажды на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в одном из частных домов вспыхнул огонь. Предположительно, очаг возгорания находился в детской комнате, и в это время в доме находились малолетние дети. Обо всём этом сообщил живущий рядом сосед, который и обнаружил пожар. Уже спустя пять минут пожарные прибыли на место и немедленно составили план действий, после чего сразу же приступили к его реализации. Так одни принялись тушить пламя, а двоих опытных сотрудников отправили в полыхающий дом вызволять оттуда пленников. К тому времени дым уже окутал всё помещение, и пожарники пробирались на ощупь в поисках детей. Дышать было невозможно, и их спасали лишь только кислородные маски. Но у детей их не было, а значит шансы выжить в этом аду таялись каждой минутой. Но даже несмотря на это, мужчины продолжали искать и надеяться, веря, что у них всё получится. Внезапно по рации сообщили, чтобы те возвращались назад в течение нескольких минут, так как пожар достиг наивысшей точки, и вот-вот обрушится дом. Если они не вернутся в заданном времени, то будут заживо погребены под завалами. Но как же дети? Ведь там снаружи ждут и переживают их родители. В общем, мужчины решили идти до конца. И неизвестно, как бы могла закончиться эта история, если бы неожиданно откуда ни возьмись не появился настойчивый звук, очень похожий на мяуканье. Он становился то громче, то слабее, но не умолкал ни на секунду. Спасатели инстинктивно пошли на необычный зов. И когда они вошли в комнату, откуда доносился звук, она уже была охвачена густым дымом. Пожарные и вовсе не заметили бы лежащих на полу детей. Но именно тогда им на помощь и пришла пушистая хозяйка дома. Пожарные уже собирались покинуть эту комнату, полагая, что там никого нет. Но именно в этот момент кошка стала дергать за штаны одного из спасателей. В сию же секунду на малышей были надеты кислородные маски, а затем их стали выносить из этого страшного плена, не забыв и про пушистую героиню. Буквально через минуту после того, как все благополучно оказались на воздухе, обрушилась кровля дома. И тогда все осознали, что спасатели вместе с детьми находились на волоске от смерти. Малыши сильно надышались дымом, но больше их здоровью ничего не угрожало. В отличие от той самой кошки по кличке Мэг, которая оказавшись на руках пожарника, потеряла сознание. Нужно было срочно спасать усатую бестию, а поэтому с ней также были проведены реанимационные действия, применив специальную кислородную маску небольшого размера, после чего спустя несколько минут Мэг пришла в себя. Как позже сказал один из сотрудников пожарной службы, кошке нужно вступать в нашу команду, ведь именно она героически своим поведением спасла и детей, и пожарных. Уже вскоре сделано прохожими фотография, где Мэг с маской на своей милой мордочке вдыхает кислород, оказалось в интернете, и буквально за считанные дни она облетела весь мир. К слову, как кошка смогла не потерять сознание до прихода спасателей, так и остается загадкой, но это вовсе и не важно. Главное, что все остались невредимы. В свою же очередь родители, которые выскочили в аптеку буквально на несколько минут уверены, что если бы не Мэг, все закончилось бы плачевно. А люди в социальных сетях и вовсе назвали ее ангелом-хранителем малышей. И кто его знает, может в этот раз ангел действительно был с усами и рыжим хвостом? Друзья, пожалуй, на сегодня это все. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этой истории. Также оценивайте видео. До скорого и пока!